Ребята, всем привет! Итак, расскажу сегодня про интересный такой проект и отвечу на вопросы, почему я его запостил. И, естественно, будет конкурс. Для тех, кто досмотрит до конца, будет тоже сюрприз. Будем разыгрывать криптовалюту. Итак, смотрите, ребята, сегодня я запостил на своем телеграм-канале такой интересный проект. Ну, интересный в кавычках. Смотрите, я объясню, почему. Проект это такой... Ну, не будем сейчас пока вообще называть какие-то ярлыки вешать, но за регистрацию он дает 8000 монет Tron TRX, которые сейчас стоят где-то там на минутку, сколько посмотрим, 569 долларов где-то. Плюс там какие-то там партнерские программы, плюс там за там приглашение людей какие-то там тоже, смотрите, тут что-то там тоже очень много там они обещают. И самое интересное, что они тут обещают какие-то сказочные проценты. Я вам сразу объясню, зачем я это... Ну, я вам скажу, смотрите, свое мнение, исходя из того опыта, что я больше 10 лет зарабатываю в интернете, я таких проектов повидал кучу. Но у меня есть такая рубрика, это проект на проверку подписчики присылают, я им объясняю, что как бы мое мнение, что 90% проект вообще не выплатит, что проект не... Ну, там какие-то будут совершать какие-то действия, которые повлекут потерю ваших денег на самом деле. Не вы заработаете, а на вас заработаете. И для этого я публикую такие проекты и сам проверяю, показывая, чтобы вы не лезли туда. Мое мнение, послушайте, смотрите, никто просто так, тем более 569 долларов раздавать не будет. Но если я вам это скажу, то вы, естественно, не поверите. Я сам такой был в самом начале, когда приходил, меня всегда привлекали цифры какие-то. Чем больше там в проекте было написано, тем больше я думал, что я заработаю. Но на самом деле, что я получал в конце концов? Я получал опыт, а те ребята, которые создавали эти проекты, они забирали мои деньги. Ну, не забирали, а я им сам отдавал, естественно. Такое есть понятие, да. Если человек встречается с опытом и без денег, с человеком без опыта и с деньгами, то один уходит с деньгами, другой с опытом. И дальше сами догадайтесь, кто с чем уйдет. Поэтому, ребята, смотрите. Я вам такие проекты вообще не советую ни вкладывать, ни копейки. Можно, если вы зададите вопрос, можно ли заработать на таких проектах? Да, иногда получается. Но это где-то там 1-2%, максимум 10%. Иногда бывает там в самом начале админы дают какую-то лазейку для того, чтобы, может, они где-то там про это самое забыли что-то. Может, что-то у них там не какой-нибудь там программист не успел там дописать какой-нибудь смарт-контракт. И они дадут возможность вывести, например, эти деньги. Пока никакой информации по данному проекту в плане, как выводить, нет. Поэтому я вам специально буду иногда такие проекты постить и записывать именно на своем YouTube-канале, чтобы вы понимали, что лезть в такие проекты не нужно. Они будут рисовать тут красивые там доллары, там сотни, тысячи долларов. Но все здесь направлено на то, чтобы с вас снять деньги. Например, один из проектов, в которых там мы участвовали, они попросили скинуть, например, для... Чтобы там, ну, людям поначисляли сначала очень большое количество денег нарисовали в монетах. А потом, чтобы их вывести, они попросили всего лишь 10-30 долларов, как они сказали, на комиссию. Ребята, не ведитесь на такие проекты. Их цель по максимуму вывести с вас, ну, вытащить из вас деньги. Поэтому, ребята, я с вами делюсь своим опытом и буду именно такие проекты иногда постить и специально буду оговаривать условия, как в них участвовать. Но основное правило в таких проектах никогда, ни за что, никакие деньги не пересылайте монеты. И смотрите, для того, чтобы зарабатывать на криптовалюте и вообще инвестиции уходить и третий, четвертый квадрант денежного потока, где именно построение бизнеса, инвестиции, где все 99% денег крутятся, вам нужно прокачать свою такую денежную мышцу. Вы не должны на эмоциях никогда не принимать никакие условия. Поэтому, когда вы будете видеть такие проекты, наблюдайте, какие эмоции вас вызывают. Смотрите, основные две эмоции – это жадность и страх. И на этом делают деньги. И опять же, это правило 10-90 срабатывает именно и на жадности, и на страхе. Потому что вы сами знаете, да, 10% кошельков имеет 90% того же биткоина. А 90% людей покупают именно биткоин и криптовалюту на росте. И поэтому им теряют. То есть, они на жадности покупают эти монеты. И на жадности вот таких проектов, как я запостил на проверку проект, люди тоже теряют деньги. Поэтому отслеживайтесь, когда у вас включается жадность и страх. И сами никогда на этих эмоциях не принимайте решения. Не про инвестирование, не про покупку, не про продажу. Тем более криптовалюты. Поэтому, ребята, давайте, кому нравится данная тема, и кто желает побольше именно, чтобы я рассказывал о психологии инвестирования, о психологии денег, о психологии заработка, рассказывал о своем опыте, как я терял деньги, на каких эмоциях, как я зарабатывал именно, на каких эмоциях. Ставьте лайк, напишите комментарии. И опять же, конкурс, как только набирается 50 лайков, 50 комментариев, я разыграю среди тех, кто выполнил все условия, прокомментировал, лайкнул и подписался на мои каналы YouTube и Telegram, разыграю криптовалюту, которую можно отправлять в стейкер. Так, ребята, на этом все. До новых встреч.